Капремонт с пользой для кошелька. Возможно, скоро это станет реальностью. Программа «Энергоэффективный капремонт» в России действует пока еще в пилотном режиме. Но и в Ивановской области есть шанс поучаствовать в ней. Законодатель предоставляет нам возможность привлечения дополнительных средств из Федерации для реализации программы «Энергоэффективного капитального ремонта». Для того, чтобы реализовать эти мероприятия, нужно соблюсти ряд условий. Причем соблюсти их должны как собственники многоквартирных домов, так и потребуются обязательные порядки помощи управляющих организаций, ну и, соответственно, организационные мероприятия со стороны муниципалитетов. «Энергоэффективный капремонт» – это утепление фасада дома, замена коммуникаций и даже в некоторых случаях установка индивидуального теплового пункта. Все эти меры позволят экономить ресурсы минимум на 10%, хотя по опыту других регионов этот показатель может быть и выше. Главное, чтобы на собрании собственники все двумя третями приняли решение, не менее двух третий, о том, что они участвуют в этой программе капитального ремонта. Здесь капитальный ремонт проводится без участия регионального оператора, а именно напрямую. Собственники разрабатывают программу, естественно, своей управляющей компанией, и эту программу утверждают на региональном уровне. Естественно, банк, который определен, он тоже тщательно подходит, проверяет все расчеты. Если все совпадает, идет согласование. В Ивановской области первопроходцем в использовании энергосберегающих технологий станет Шуйский район, где уже девять домов готовы ремонтировать по-новому. Инициатива принадлежит управляющей компании. Оплачиваться работы будут и средств спецсчета дома. Самое сложное – организовать жителей. Два года жители ничего, в принципе, не делают, копят деньги. Собираем деньги текущие, ремонт капитальный, доп. сборы. И все эти деньги, у нас почти, в принципе, 2 миллиона, которые мы смогли нагрести, мы потратили на капитальный ремонт, потратим, готовы, вернее, уже потратить на капитальный ремонт. На доме есть прибор учета, жители его поставили. Есть энергосбережения, жители поставили себе лампочки, да, вот энергосбережения выполнили, у них АДН в разумных пределах, да, то есть все хорошо, есть тепловой счетчик. На примере Шуи в департаменте ЖКХ рассчитают экономию каждого дома. И в зависимости от этого показателя можно рассчитывать на государственную поддержку. Если у нас получится на примере этих девяти домов обеспечить привлечение таких средств, соответственно, этот опыт мы, безусловно, распространим на владельцев. Для начала хотя бы спецсчетов, у нас чуть больше ста домов на территории области сегодня на спецсчетах, с целью, чтобы люди могли, во-первых, приблизить срок проведения ремонта, а во-вторых, действительно получить эффективный результат. Решение, конечно, за собственниками жилья, но предполагается, что такой капремонт окупится через несколько лет экономии на коммунальных платежах, плюс возмещение части затрат государством. Энергоэффективный капремонт может обойтись жильцам намного дешевле обычного.